Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Хочу всех своих православных зрителей поздравить с Рождеством, потому что сегодня Рождество. Я приглашаю вас на прогулку в очень красивый город. Я часто показываю небольшие города, которые находятся чуть больше, чуть меньше, чем в части езды от города, в котором я живу. Обычно мы стараемся с детьми при любой хорошей погоде куда-то выбраться и где-то погулять. И я много раз говорила, что такое восприятие свободного времени и выходного дня – это то, чему я научилась здесь, в Италии. Итальянцы совершенно не ленятся, чтобы проехать 100 километров до какого-нибудь красивого города и просто там прогуляться и, возможно, что-то перекусить. Но я уже много раз рассказывала, что сама по себе прогулка для итальянцев имеет огромную ценность. Этот город я советую искренне всем посетить. Этот город, описание которого вы легко найдете на русском языке в Википедии – это Бассано-дель-Граппо. Я думаю, что у многих возникнет ассоциация со спиртным напитком итальянским «Граппо», но непосредственно этот город не имеет никакого отношения к этому напитку. Он там не производится, но тем не менее, да, Бассано-дель-Граппо. Город таким образом называется, и он меня впечатлил тем, что он очень большой, в нем есть что посмотреть. Это нетрадиционный итальянский городок с достаточно небольшим историческим центром, куда ты едешь час и, в общем-то, за 10 минут уже все увидел и все посмотрел. Город очень красивый, мы не смогли его полностью посмотреть и обойти до темноты, учитывая также, что у нас маленькие дети. Но тем не менее, сегодня я приглашаю вас на прогулку, и в который раз меня поразили местные жители. Я получаю огромное количество комментариев, стараюсь все читать и стараюсь отвечать на комментарии, где мне часто пишут. Прежде всего, это касается комментариев под видео о стритстале, что я показываю выборочно людей, каких-то прямо-таки модников, модников, которые закладываются на свои гардеробы, которые закладывают достаточно большие бюджеты. Но в который раз я убеждаюсь, как и было в случае с Венецией, что везде есть модники в Италии, и люди, которые любят наряжаться, которым нравится красиво одеваться, которым это доставляет удовольствие, они на самом деле даже в провинциальных городах действительно выделяются. При этом вы увидите сами, что действительно хорошо одетые люди, они никак не отличаются из вот этого провинциального городка. А те, кто действительно хорошо одет, это, конечно же, местные жители, которые вышли на прогулку. Их отличает несколько более легкие, скажем так, ансамбли, потому что, конечно же, те, кто приезжают сюда гулять, как мы, например, мы утепляемся, потому что это все-таки город, который находится очень близко к горам, и он находится непосредственно рядом с рекой, и все понимают, что да, может быть достаточно прохладно. Поэтому местные жители даже здесь одеты очень-очень хорошо, ничуть не хуже, чем подаванцы. Смотрите сами. Для себя я назвала этот город городом пальто, потому что я увидела большое количество модниц в пальто, несмотря на то, что действительно прохладно. День очень солнечный, на солнце можно именно не замерзнуть, но никак не согреться. Ну и витрины говорят сами за себя. Я встретила два магазина, достаточно далеко друг от друга расположены, где был представлен ассортимент Максмары. Вот первая витрина, это Морелла, и мы все понимаем, что Морелла и Максмара, ну это практически одно и то же. Разница в тканях, разница в концепции, но это один концерн, который производит. Вот, пожалуйста, пальто Морелла. Подобные варианты пальто мы неоднократно видели с вами на рынке. Вот, пожалуйста, цена за пальто Морелла с 30% скидкой. Я увидела большое количество яркой обуви. Я увидела эту яркую обувь не только на витринах, но и на самих жителях, скорее всего, этого города, потому что, опять же, вот уже стемнело, это значит, что похолодало значительно, но, тем не менее, люди все-таки достаточно легко одеты. И да, превалирует цветная яркая обувь, очень много цветных пуховиков. Я увидела необычных пуховиков на витринах, что, опять же, достаточно логично, учитывая тот климат, в котором мы находимся, и более низкие температуры, если сравнивать, допустим, с той же самой падуи. Кстати, последний стритстайл с падуи, это будет стритстайл необычных пуховиков. Я обязательно его в ближайшее время смонтирую. И все, кому нравятся пуховики, и кто ищет, возможно, какие-то идеи для вдохновения, смогут посмотреть на необычные пуховики. Также очень много белой обуви. Цены, как вы видите, в пределах 300 евро, но уже со скидкой, поэтому, в общем-то, белая обувь, как я часто говорю, это всегда всего лишь белая обувь. Можно не тратиться особо, но главное, чтобы обувь была белая-белая. И вот опять хотела вам показать. Хотела вам показать снова шапки с помпонами. Здесь не очень хорошо видно, но это искусственные шубы. И шапки с помпонами очень вытягивают силуэт, учтите. Хочу показать также вот такую обувь. Она вблизи выглядит очень-очень заношенной. Даже камера не передает, как выглядит эта обувь. И, конечно же, это та самая яркая, необычная обувь, которую очень любят итальянки. Внимание, это женская витрина, витрина с женской обувью. Хочу вам показать свою находку. Это люстра, которая мне очень понравилась. И, наверное, мы бы ее даже купили и увезли с собой. Я попросила Егорку зайти и узнать, сколько же стоит такая красота. Повторюсь, очень деликатные цвета, ненавязчиво и размеры подходят. Но, как оказалось, это декорация. Вот к такой бижутерии сама люстра не продавалась. И бижутерия выставлена, как вы видите, вот такого характера. Мне вообще показалось, что это город, где очень много ремесленнических магазинчиков, где делается вот подобная бижутерия вручную. И было очень-очень много керамики. Возможно, этот город, мне нужно еще поинтересоваться. Я сказала, что мы обязательно в него вернемся. Возможно, он знаменит своей керамикой. Ну что ж, последние дни рождественских рынков в этом городе. Они выглядят вот таким образом. Конечно же, на центральной площади. Завтра, уже завтра все украшения, скорее всего, снимут. Произойдет это очень быстро, в один день. На днях мы тоже будем разряжать елку. Но я знаю, что основная часть итальянских семей разрядит елку и уберет ее уже до следующего года, уже завтра. Это у итальянцев происходит очень-очень быстро. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие зрители, в последнее видео со стритстайла мне ставило нравится включать по контрасту, что называется, кусочки, где я снимаю просто идущих людей в пуховиках, в каких-то одеждах из темных цветов, и модников, которые всегда выделяются, всегда выделяются своей некой раздетостью, своей некой неуместностью. Когда все в пуховиках, они, как правило, в пальто. А если надевают пуховики, то это яркого цвета пуховики. И да, всегда именно так и получается, что из толпы мы сами с вами выделяем тех людей, которые одеты достаточно ярко, достаточно смело, очень часто не по сезону, носят, возможно, расстегнутую одежду. Но, повторюсь, на своих стритстайлах мне стало нравиться именно включать вот такие кусочки, что называется, на контрасте, чтобы вы тоже могли посмотреть, как можно выглядеть в одну и ту же погоду и в одну и ту же температуру здесь и сейчас за окном, и как можно выглядеть, по большому счету, при одном и том же бюджете, который имеется на одежду, потому что, ну, действительно, несмотря на все комментарии, я показываю итальянцев, у которых примерно один и тот же достаток. Поэтому быть модным, быть стильным, быть на фэшн-волне здесь в Италии означает всего лишь навсего иметь желание таким образом выглядеть. Давайте покажу вам немного местных витрин. Я заметила вот такой яркий трикотаж, вот такие, возможно, вязанные в ручную изделия, хотя, судя по цене, скорее всего, нет. Хочу сказать, что такие вещи очень красиво смотрятся в руках. Мы можем себе представить их в миллионе компоновок, но компоновать их будет достаточно сложно. Следующая витрина, вновь обращаю ваше внимание на вот такой цвет любых аксессуаров. Это может быть пояс, это могут быть уги, это могут быть сапоги, это может быть головной убор. Этот цвет, скажем, цвет карамели, назовем его, он прекрасно со всем сочетается. Здесь хочу обратить ваше внимание не столько на тотал бежевый ансамбль, сколько снова на прием куртка под легкое пальто, возможно, даже пальто без подкладочной, хотя на витрине она все-таки смотрелась достаточно плотным. И вот, пожалуйста, уже другой магазин и другая витрина. И могу сказать, что здесь я смогла узнать через стекло пальто Максмара. Потом я прошла чуть дальше, посмотрела, да, в этом магазине были представлены пальто совершенно точно Максмара. Посмотрите, предлагается нам носить с ботинками. Это, на самом деле, магазин мультибрендовой ботинки не Максмара. Это какая-то спортивная марка. И, опять же, это пример вот такой монохромной, очень-очень благородной композиции. И мне был задан вопрос, как носить белую водолазку. Белая водолазка, так же, как и черная водолазка, абсолютно универсальная. Может служить прежде всего базой. Светлая водолазка, либо белая водолазка, прекрасная база для светлых компоновок в одном тоне. И белая водолазка, прекрасная база для контрастных компоновок. Я показывала недавно мужской стритстал, где обращала внимание, что водолазка с горлом прекрасно смотрится с темно-синим пиджаком, либо с темно-синим кардиганом. Обратите внимание, здесь белая водолазка, кстати, обратите внимание на рукав, насколько он поднят, служит, конечно же, базой для темно-синего пальто. Ну и вот, пожалуйста, пример водолазки розового цвета, которая является прекрасной базой для кирпичного цвета пальто. Ну и снова немножко контраста, тем более, что о нем меня просят, мне часто говорят, Яна, покажите, как одеваются люди на автобусных остановках, например. Я могу сказать, что на автобусных остановках люди, которые нравятся хорошо одеваться, они это действительно хорошо и хочется заснять. И в завершении этого видео, завершении сегодняшней порции стрит-стайла, покажу вам немного, как одеваются люди вечером. И здесь та же самая ситуация, как и днем, тем, кому нравится одеваться и выглядеть чуть более утонченно, элегантно надевают пальто. Повторюсь, несмотря на то, что очень и очень становится прохладно и сыро. Ну а те, кто предпочитают пуховик, в общем-то в пуховике гуляют что днем, что вечером. Увидимся очень скоро, увидимся очень скоро на стрит-стайле в Падуе и вернемся еще на стрит-стайл сюда, в Басана Дельграпа, потому что я показала вам не всех модников и модниц, которых успела заснять и встретить в этот солнечный, прекрасный рождественский день. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok